В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Разбудите меня через сто лет и спросите, что сейчас творится в России. И я вам сразу отвечу. Пьют и воруют. Бессмертная фраза Салтыкова-Щедрина. О второй национальной традиции, метко подмеченной классиком, я и предлагаю сегодня поговорить. Тем более, что одна такая история из серии «Все тайное» становится явным, сейчас более чем актуальна. Ее пристально изучают силовики, а фабула стара как мир. Суть, в принципе, очень простая и банальная. Откусить кусок от бюджетного пирога. Откусили от Самарской городской казны ни много ни мало, почти 20 миллионов рублей. Да так виртуозно, что подробности стали известны только сейчас, хотя саму аферу провернули еще в 2008 году. Господа, что потенциально участвовали в сделке, давно покинули свои уютные чиновничьи кабинеты, но по-прежнему не последние люди в городской политической тусовке. Но обо всем по порядку. И для начала немного предыстории. Мэрия, возглавляемая на тот момент Виктором Тарховым, дала разрешение на застройку Воронежских озер. Вот такие вот образы. На этот самарский уголок не раз посягали различные структуры, жители годами отражали атаки, но этот скандал был чуть ли не первый такого рода и сотрясал он город не один год. В парке питерская фирма «Возрождение» планировала развернуть грандиозную стройку. Вместо тихих аллей – жилой комплекс, состоящий из двух девятиэтажных секций и двух шестнадцатиэтажек. И паркинг на несколько десятков автомобилей. Жители, которых поддержали экологи, забили тревогу, ведь после всех этих строительных манипуляций озера вполне могли пересохнуть. К тому же на территории парка, как выяснилось, располагается объект археологического наследия – селище Воронежское с солидной датой рождения – две тысячи лет до нашей эры. Котлованы памятникам категорически противопоказаны. Как ни странно, но в этом споре жителей бизнесменов победа оказалась на стороне первых. Суд стройку запретил. Такое вот обыкновенное чудо, на котором, собственно, и заканчивается присказка, и начинается сказ о самой мошеннической схеме, которая вполне могла бы войти в хрестоматию, посвященную уводу денег из бюджета, если, конечно, ее когда-нибудь напишут. Дело в том, что по договору между администрацией и фирмой «Возрождение» именно городские власти должны были подготовить площадку, а коммерсанты обязаны были эти расходы возместить квартирами – 8% от жилого комплекса. Ну и дальше, по словам следователей, начинаются сюрпризы. Сначала в 2008 году появляется некое дополнительное соглашение, где эти 8% преобразуются в 25 миллионов рублей. Почему именно в такую сумму, ни больше, ни меньше, непонятно. А затем появляются еще более загадочные письма со странными просьбами. Здесь должен быть жилой дом. На нем находятся всякие там ветхие строения. Вот есть у нас завод, который дом будет строить. Администрация это все сносит. Завод должен перевести деньги. Администрация говорит, давайте, чтобы вы не нам, мы там дальше, вы напрямую перечислите в наше дочернее предприятие парки Самара. Завод согласен. А парки Самара, в свою очередь, говорят, ну зачем мы будем сейчас перегонять через счета денежные средства, вы нашему подрядчику перечислите. Подрядчики две фирмы. Аттракцион к ней следователи претензий не имеют. И мануфактура, весьма загадочная контора. Питерский завод Возрождения, вместо того, чтобы расплатиться напрямую с мэрией или муниципальным предприятием парки Самары, по просьбе последнего в 2008-м именно мануфактуре перечисляет более 19 миллионов рублей. Якобы эти деньги городская казна задолжала ей за благоустройство парков. Юрист Андрей Соколов сомневается, что это сомнительное ООО покрасило в Самаре хотя бы одну скамейку. У меня есть бухгалтерская справка, из которой следует, что указанное предприятие, мануфактура, никаких услуг муниципального предприятия парки Самара вообще не оказывала. Люди наивные совершенно. 21-й год, говорят, заплати, ну давай, и они ушли. Кому, куда, зачем, кто писал, даже не позвонили. Хотя, совершенно естественно, что, ну, традиции, скажем так, да, и условия нашей деловой такой жизни показывают, что хотя бы там директора друг другу знакомые. Они, наверное, созваниваются, о чем-то переспрашивают. По крайней мере, до 20 миллионов куда-то перечисляются, хотя бы интересовались. Да, да, в связи с чем, какие гарантии, а здесь их просто нет. Принцип один и тот же, что денежные средства перечисляются, значит, либо сразу на фирму-однодневку, которая якобы какие-то работы выполняет, услуги. Необходимо смотреть, куда дальше уходили деньги с этой фирмы, кто реально за ней стоит. Потому что, как правило, директора-учредители, это антисоциальные личности, которые за некую сумму 500 рублей, ну, на водку и закуску, что уж тут говорить им дадут, они подпишут у нотариуса документы, на себя фирму повесят. Деньги растворились буквально за сутки. Как предполагают юристы, если бы миллионы прогнали по полному кругу мэрия, МП, подрядчики, на каком-нибудь этапе мог бы случиться прокол. И потому идейные вдохновители аферы не стали рисковать, а отправили миллионы напрямую фирме-однодневке. Дальше следы теряются. Неужели на том и конец? Конец, конец! Концы будут! Концы в этой истории впрямь найти сложно, но и это еще не финал. Заключительный аккорд, ради которого все и задумывало, случился, когда фирма «Возрождение» потребовала через арбитраж возместить ей расходы. И со второй попытки ей это удалось. Казна отдала непонятно за что без малого 20 миллионов рублей. По решению суда, разбой средь бела дня, но без масок и пистолетов и прочих атрибутов неудачников. Настоящее ограбление на миллион делаются вот так, в белых перчатках. Гениально и просто. Жульем, допустим, надо бороться. Почему он жулик? Человек умеет жить. Это его дело. Нет, наша. Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущих на, допустим, нетрудовые доходы. В этом деле официальных обвиняемых нет, пока есть только свидетели, к которым сыщики готовят немало неприятных вопросов. Среди тех, кто, кстати, будет отвечать на них, и бывший директор муниципального предприятия Парки Самары, нынешний депутат городской думы Владимир Сюсин. Его фамилию украшает бумаги, приобщенные к делу. Сюсину, ранее директору Парка Самары, задали очень простой вопрос. Вот из этой сложившейся ситуации, почему он бездействовал? Почему он ничего не делал? Из 25 миллионов уходит из бюджета, есть какие-то письма якобы за его подписи. Но он отрицал, что он расписался, но и бездействовал. Естественно, это все будет проверяться и администрация, кто был ответственным за курирование Парка Самары. И группа, скорее всего, здесь работала. Естественно, это не один человек. Ведь вопрос в том, что ушла немалая сумма, а никто не проверил, собственно, подрядчик сделал все или нет. В этой увлекательной истории об исчезновении двух десятков казенных миллионов позвольте поставить запятую. С меня новые подробности. Обещаю следить за расследованием. Лед тронулся. Итоги минувших дней продолжу подводить уже на более оптимистичные новости. Тем более, что повод есть. 2013-й весьма удачно начался для нескольких десятков самарских семей. Много лет они числились в рядах обманутых дольщиков. Но в наступившем году узнали, что наконец наступила пора демобилизоваться. Их дома ввели в эксплуатацию. У нас сегодня обрадовали, у нас сегодня хорошая новость, что дом нашестяльный, да. Поэтому мы теперь не на птичьих правах. История семьи Алиевых типична для всех, кто рискнул ввязаться в Далевку. Десять лет назад они вложились в стройку дома, что на улице Киевской. Гром грянул, когда до новоселья оставалось совсем чуть-чуть. В 2006-м застройщик объявил, что умывает руки. Они объявили себя банкротом потом. И все приходилось жильцам все как бы доделать. Ну а что ж, переехали, надо сдавать, надо платить, надо. А куда деваться? Алиевым пришлось переехать в еще недостроенный дом. В суде доказывает свое право на квадратные метры и терпеть бытовые неудобства. Были перебои, да. Были то кипяток, то холодно. Перебои были. Когда не сдал. Что говорить? Потому что это даже не стоит обсуждать, когда он законный или незаконный. Сейчас уже спокойно будем жить как такие собственники жилья. Ну уж это комфортно, и тепло есть, и горячая вода есть, и проблем нет. И с лифтом нет проблем. Все, сейчас как бы без проблем. Всего в Самаре ввели в эксплуатацию 6 домов, которые ранее иначе как проблемными не называли. Вот адреса счастливчиков. Дыбенко 120, Красноармейская 72, Крейсерная 3, Переулок Торговый 4, Ташкентская 186 и уже упомянутая мной Киевская 13. Правда, за то время, что эти дома наконец довели до ума, они уже потеряли статус новостроек. Но их жители уверены, лучше поздно, чем никогда. Строили, строили, и наконец построили. Все считали его новым, а теперь уж он не очень новый. 10 лет простоял. Государство должно быть заинтересовано сдачей таких домов, особенно таких, как наш дом. Потому что здесь все вроде сделано, никаких нарушений в основном нет. И люди будут добросовестными налогополательщиками. Практически по всем домам найдены алгоритмы решения, как ввести их в эксплуатацию. Я думаю, что совместно с областным министерством строительства, который также активно занимается этим вопросом, я думаю, что мы будем двигаться достаточно быстрыми темпами. Городские власти рапортуют, что не намерены снижать темпы по строительству жилья. В этом смысле Самара вообще в 2012-м стала рекордсменом. Перевыполнив план, спущенный сверху областным минстроем. В эксплуатацию ввели более чем 900 тысяч квадратных метров. В расчете на одного горожанина это в разы больше, чем строить. Сегодня в Тольятти, Сызрани, Кенеле и возводили в самой Самаре еще три года назад. Строительная отрасль в 2013-м остается для чиновников в приоритете. Для привлечения новых инвесторов власти готовы компенсировать расходы на прокладку инженерных сетей, формирование объектов дорожной инфраструктуры, отдавая предпочтение не точечной, а квартальной застройке. Задач очень много. Конечно, удержать такой высокий объем, который достигнут в прошлом году, будет не так просто. У нас активен покупательский спрос, у нас активные инвесторы, строительные компании, что Самара продолжает оставаться городом, привлекательным для жизни. Обо всем же неприглядном пишите прямо по адресу. Достучаться или настучать, кому как больше нравится, на городских чиновников можно с помощью обычной клавиатуры. Самарская номенклатурная братия по убедительной просьбе мэра Азарова давно уже завела себе аккаунты, главным образом в Твиттере. Спустя пару лет мода на интернет дошла и до кабинетов Белого дома. Сразу несколько министерств образования, здравоохранения и имущественных отношений объявили, что зарегистрировались в соцсетях и даже на Ютубе. Но до продвинутых пользователей областным чиновникам пока еще далеко. Это лишь первые робкие шаги в мировой паутине. Завести личные аккаунты решились далеко не все. Нет ресурсов, ни времени, ни чего, что называется, на это уже, боюсь, не останется. Ну а те, что рискнули к виртуальному общению, все равно подходят с оглядкой. Я стараюсь там обходиться без какой-то деловой активности. Для того, чтобы не было домыслов, лучше информацию давать. А поскольку то, что мы делаем, это прозрачно, я считаю, что в принципе штука полезная. Но без фанатизма. Завести мало, завести ерундовое дело. А ведь его надо еще вести, вести, обязательно самому, а не поручать это секретарям. Видимо, посмотрели на мэрию, посмотрели, что так проблему решать можно. Пускай попробуют, вот, что это такое. Просто они, я думаю, столкнутся со своей волной наплыва этих вещей. Я не знаю, либо они научатся решать проблемы так, как их научились решать городские власти, либо они уйдут в какую-то глухую оборону. Личные аккаунты в соцсетях, в основном в Твиттере, давно уже мощное оружие убеждения, которое используют все мировые политики. А Шварценеггера и Обама, Долго Чавеса и Фидели Кастро. Ведь сервис социальных микроблогов, который позволяет обмениваться мгновенными сообщениями, который начинался в 2006 году как место тусовки для избранных, летом 2012-го перешагнул отметку в 500 миллионов пользователей. Моду в России на эту соцсеть ввел президент Медведев. А в Самаре самым известным твиттерянином считается мэр Дмитрий Азаров, который за два года жизни в сети накопил почти 15 тысяч читателей. И отвечать им надо, несмотря на занятость. День рабочий очень насыщенный, по минутам. И в лучшем случае осенью я выхожу в Твиттер и посмотреть, что здесь, с какими обращениями люди выходят, какие просьбы высказывают, предложения. То это только если вот в переездах в машине со встречи на встречу. Ну или поздно ночью. Вот незаконный рекламный щит на улице Новосадовой, напротив КРЦ «Звезда». А как видите, он стоит прямо на тротуаре. За заместителю главы это Игорь Александрович Рудаков. Раз. И все. Отправляем это дело. И посмотрим, как на это среагирует. И пускай работают, в конце концов. А иначе, так сказать, чем там занимаются, если не решают наши проблемы. Такой способ решения проблем блогер и просто неравнодушный горожанин Андрей Ишмуратов считает весьма эффективным. 30 секунд и о незаконном щите, неубранной помойке или неочищенном тротуаре уже знают те, кто за поддержание чистоты и порядка зарплату получает. Тот факт, что мэр, их виртуальный сосед, неплохой мотиватор для его подчиненных, считает блогер. Районные администрации почему реагируют хорошо? Они, может быть, и не хотят, или не все хотят. Но они понимают, что там мэр потом спросит, а все ли проблемы за сегодняшний день решены или за неделю. Ему придет, а вот на меня там не обращает внимания какая-нибудь глава района. Естественно, на совещание это определенно вспомнят. Ну а если забудут, жалуйтесь. Вместе будем стучать по клавиатуре. На сегодня это все. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова